здравствуйте друзья телеканал ост-вест передача берлинские окна в гостях у нас вернее мы у него в гостях и кхарт масс человек с очень интересной биографией в гдр восточном берлине он был диссидентом был бардом был певцом который исполнял песни была так у джавы на немецком языке сам же он их и переводил собственно на немецкий язык эта квартира в которой мы находимся которые было и мастерской здесь собирались в 70-е годы представители оппозиционно настроенной богемы берлинской гдр вской ну вот а в 90-е годы эке-харт основал немецко-кавказское общество и сейчас вот уже наверное два десятилетия является таким вот посредником между немецким обществом и живущими в германии чеченцами я ничего не напутал эке-харт здравствуйте здравствуйте ну это конечно было очень коротко сказано ну вообще вот этот зал где мы находимся это литературный салон был создан он в семьдесят восьмом году значит тут бившее время гдр и он был создан за поэтов и писателей которые тогда не смогли опубликоваться в гдр просто чтоб создать место где можно встретиться и действительно здесь встретиться потом это богемия вот это берлина сколько человек сюда помещалось это это было сперва пришли это 40 потом 60 70 и были вечера где были это 120 человек у вас были там установлены где-то жучки штази вас прослужил прослушивали во время салона или конечно во время гдр сразу нас конечно было стукачей штази немало здесь вот мы даже если голова где а я всех самых главных называя сами известны бы саша андерсон про нем даже существует документальный фильм где они интервью моего салона все перевезли в студию киностудию искусственно все построили и что его но он потом пришел и даже не знаю где находится а смотрят смотрят это же это же квартира масса и так они конфронтировались старым времен потому что же эти люди штазе они же не признались они же всегда читали что они невинными так дальше но я с тех пор пою когда уже выяснится что саша андерсон является являться являться это членом штабе я всегда когда я пою песню к уже вы пока землящие вертится там есть такая строчке каину дай раскаяние и не забудь про меня я по этой строчке всегда но вы их простили или нет знаете я не не господи я не не должен прости но все-таки как человек это знаешь я могу его понимать только ему это не могу прости потому что он мне лично предал это у меня в своей досье штатит оказано что он лично мне передали в руки штатии а им сказать сейчас можете его арестовать он я и тогда ему передали какое-то политическое это саша андерсон это саша андерсон и сразу поехали к своему офицеру за сейчас можете его арестовать и знаете это было слишком много и если человек просто по талбе как другие хорошо ну он лично он был очень интеллигентным это мне передал чтобы меня арестовали чтобы меня увезли в этой страшной тюрьму там в он шейнхаузен и мне просто повезло что они потом появились меня арестовать из-за того боялись что какой-то чем падать на него он был для них сами лучшие сами важные вот стукаш которые здесь в этой сцене работали не хотели его потерять давайте немножко в детстве вернемся как вы выучили русский язык у вас прекрасно русский я явлюсь жертвой германской советской дружбы я вырос в маленьком селе маленьком деревне где имели советские войска свои летние лагеря а мне было бы тебе не зай 13 лет когда я начинала с ними общаться и даже очень сильно дружить и это было в лесу на дороге когда после школы я там мимо ходил там я сидел у них у них были какие-то бараках деревьяный там костер было там я кушал с ними рыбные консервы вам они первую водку оккупантами они вам не оказались нет об этом никто не в гдр думал такое слово вообще никому не пришлось это они освобождали нас от фашизма и гитлера и они наши были освобождите ли да и ну почему именно я единственная деревня так тесно с ними тоже могу только этом объясниться что у меня есть припалтийские тети знаешь мои предки жили моя бабушка родилась в риге жила в риге моя дедушка в эстонии в городе тарту тогда и они там жили работали учились и до потом даже в санкт-петербурге до весной восемнадцатого года потом они оттуда смогли еще сбежать это очень трудно было потому что у них же были советские паспорта они же были гражданин россии это было они были прибалтийскими немцами но так это уже восточная атмосфера их нещедрость их их невесолость их это вид жизни уже меня положили в колебель и я думаю может быть это была причина и там была потом какая передачная станция и были там у меня настоящий русские друзья я почти каждый день после школы туда к ним ходил я первый водка выпал там перепис не слышал один дам вас к повар он это пел песни даже висоцкого но я тогда не знаю что ты песни висоцкого но и ну там я слышал это это первые песни и то есть когда вы переехали в берлин на учебу вы уже потом я это слышал это вообще конкретно более конкретно слыша от вольф бирмана что существует это московские поэт парди вольф бирман знаменитый немецкий бард такой немецкий булата куджава и владимир высоцкий если их соединить что-то вроде того и потом бурат пришел конечно он знал о том что происходит а я тогда был немножко еще сознательным молодым я очень хотел с ним контакт иметь ну а после концерта сразу был окружен он таким русскими толстыми женщинами на большими это но грудячками и так дальше я не мог никак не попасть а потом я был очень смелым я писал на маленькую бумажку дорогой было я хочу тебе рассказывать точно за рассказывать что у нас происходит и карт нас друг вольфа бирмана а этот бумага я над головами ему передал он взял если сейчас штаты прыгать бы на меня арестовали но он взял эту бумагу читал и себе в карман положит а мне потом позвал какой-то номер двадцать четыре семнадцать он только что сказал этот дом а вдруг это много это члены штаты пришли нас разделили булата в другую комнату и нас всех угняли из зала а я вдруг стоял на улице это была моя первая встреча с палатами думать что означает вот этот номер четыре цифры поехал домой думал этом может быть этот номер гостиницы какая гостиница конечно гостиница были тогда единственное известно было звоню кто-то был булат и потом мы встретились несколько раз так я познакомился с ним вы слышите грохочу сапоги и птица шалилы летят и женщины глядят из-под руки вы поняли куда они летят потом я мог достать запись этого концерта где булат из-за того он очень нервничал много раз перепутаться на эту меня запись есть прекрасный концерт и потом я уже начинал его песни перевести это было нелегко потому что я русский язык знаю от русских военных я значит они не очень грамотно говорили там было украинцы там были это из разных это регионов советского союза казахи на и я так говорю как я там от них слышал я это никогда не жил в москве или зонкт-петербурге я я так хорошо не говорю по-русски но я потом через эти песни немножко лучше узнал люди мне помогли я потом уже начинал вот петь вот эти песни и потом в семьдесят восьмом году у меня был первый концерт это было в зале комсомола в таком клубе это музей историческом музее берлина семьдесят восьмого тогда вы уже в социализм не верили или верили еще знаете вот я же из дома священника в гдр я никогда не верил это так особенно в коммунизм социализм я так бы не построена меня очень сильно понравилась в бирман который много раз сильнее это прямо в лицо это был вот это нашему политбюро нашему руководством у него было такое мнение этот коммунизм это социализм который визит гдр построили вот это это не тот социализм за который мой отец умер потому что отца зажгли в аж ведь все он бы настоящим коммунистом которые бороться против гитлера и так дальше как вы восприняли 89 год и объединение германии знаете вы должны знать вот мои моя семья мои родители потом тоже мои братья мои собственные все переходили по ферги и жили там значит эта стена росла через нашу семью и самые горкие во время гдр это для меня уже не было давление но структуру вот это полиция штаты это все в этом тогда восемьдесятые годы можно как-нибудь это это жить мы же жили очень красиво и свободно и в своем салоне общались пили потом ко мне каждый год приехали свои друзья из советского союза из ленинграда из всех городов из билиси и грузины и так дальше я весело же но для меня самый горький был что я не мог увидеться своими самыми любимыми людьми с моими родителями с моими братьями со с черами на это было очень горькое время мы там по моему 5 раз встретились два раза в чехословакии три раза в польшину но это всегда было очень мучительно с ферги его туда поехать и потому что дорога не было простое нельзя же ехать через гдр на и надо всегда пошел округ через австрию делать это было мучительно но это для это для кран это граница для меня была сам и горка и нередко моя брат там стоял вот здесь рядом есть это без брака где открылась граница и хотели хоть бы пустить своих детей сюда в гдр не пустыли ну и когда конечно открылась граница я был очень рад но я не мог это открыть шампанское и веселиться на стене я стоял на этом мосту и страшно плакали потому что я вспомнил вот это страдание это времен вы знаете это песня вольфа бирмана когда мы к берегу плели и в лодке сидели в твоем мы лучше увидели небо плевущие в зеркале вот и в листьях круши три рыбки летели а самолет сквозь озору плел и разбился у или при прежнем легко а что же с мечтой наши будет в разы двое на этой стране никак не закроется раны под грязные повязки стены что будет с моими друзьями что будет с тобой со мной мне лучше всего бы исчезнуть остаться бы лучше всего вот эта песня вольфа бирмана который я перевел с помощью одного русского бомжа на русский язык но при этом ваши многие коллеги и диссиденты оппозиционные писатели после того как стена исчезла после того как германия воссоединилась они стали немножко жить прошлом они стали вспоминать о том что было они стали перерабатывать вот это вот наследие гдр эту стену как-то они успокоились в вашей жизни появились чеченцы это как это попозже было это случилось так девяностом году я мог выступать во ваймаре и там было это какое-то мероприятие где было приглашены бывшие секи концлагеря бухенвальда и там сидели те секи которые во время нацизма там сидели и они разделились тоже в две части половина тогда после когда освобождилась лагер уже перешли во ферги и там жили в свободном мире а другие жили в гдр и стали бюргер мастером членами партии поддерживали режиме и так дальше сейчас они столкнулись на это конференции почему вы служили опять диктатуру и вы же знали что диктатура а потом были те секи которые уже сидели в советское время потому что стали использовали использоваться фашистскими лагерями после войны и бухенвальд и здесь это около раненбурга саксенхаузен и так дальше на и там тоже были секи которые там сидели и там два человека были которые сидели и у китлера и у сталина и на этой конференции я пел одну песню вово бирмана и потом организаторы конференции фон геннер я был а мне спросили ты не хочешь у нас вступить и у нас работать геннер был конечно буду я даже ничего не знал про это организация нам и потом я работал семь лет в совете соседства в европе и организовал девяносто втором году пятом девяносто шестом году большие конференции в городе дебилиси и там я познакомился вот это с наира галашвили с кавказским домом и первая конференция была об основе демократии чудесная конференция у меня здесь видео есть об этом и так это две конференции были уже общей кавказской конференции где участвовали представители всех кавказских стран и народов и там тоже были чеченская делегация и я первый раз слышал про этих народах и откровенно скажу я как эрганский гражданин я даже не знал столько народов там живут на этом кавказе на северном кавказе атигейцы там карачай черкесе там это кабардино-пакария там это осетия и ингушетия чечня дагестан и там были представители всех это народов и тоже корди месхетинцы армянинов азербайджанцы безумно интересные конференции были и потом я слышал что война там идет и в чечне более подробно я явлюсь членом священника я сразу читала что я должен что-то делать против это страшные военные преступления русской армии потом я приглашал вот этого чеченцев в германию и начинал уже там с ним это вести политические беседы с депутатами бунтустага там ехали гримпис и там работали и потом я уже пришла ко мне я сделал это встречи там с одной депутатки европарламента она сказала ты должен здесь создать организация чтобы мостом за проекта восстановления это разрушенная чечне а я сказал я богемец это здесь я пою песня мы выпьем это вино здесь это я не человек который может это какой-то союз быть организатором нет ты должен это делать и я тогда создал с некоторыми журналистами это немецко-кавказского общества с тех пор я начинал работать для чечне и потому что пришли вот это беженцы потом я приглашал вот и чеченских детей ну такой танцевальный ансамбль три раза это самый крупный проект и были 30 человек приглашать кормить уютить организовать это зале это было очень трудно я же был маленькой организации на но это было безумно сына как они танцевали на сцене показывали мини победимый нас можно убивать но мы не победим очень сильные эти концерты были и потом я прикладывал из грузии с панкисты тоже такой такой ансамбль с песнями и делали и межкультурные проекты и и такие тоже политические конференции и подъем где мы говорили о том что происходит это в чечне в какой-то момент россия вас врагом же объявила да вы теперь не можете туда и потом уже когда была здесь это пошел и встреча вот это 2000 году по моему когда путин первый раз это поехал в германии на ваймарский диалог это было вообще я должен вам афишу показывать на там были такие ну такой организации которые занимаются россия ну вот те которые прорусские организации ну которые по бабушке покажет и такие вечера организую заводка и там прорусские вот такие и они тоже обратились ко мне сказали вы же тоже работает россия давай вы тоже участвовать с государством мы делали очень лучше афиши о том что делать это русская армия это в чечне когда мы убивает как жертву его так так дальше и там было в большом вот это зале все наши столи где представлялись а у меня тоже были три чеченцы очень симпатичных но путин когда узнал через своей охраны что там есть чеченцы этот стол он мимо нашего стола не ходил они шредером там маленькие узкие вот ходим мимо сейчас в германии живут десятки тысяч беженцев из чечни как они интегрируются в немецкое общество сложно приходится но все люди которые я 15 лет тому назад помогал они все интегрировались они все лучше же меня живут у них есть работа большие квартире большие машины на и они идут на рыбалку и дети изучает или уже окончили учебу имеет свои бизнесе они очень способны интегрироваться потому что они труды любыми в горах ты не можешь выжить если тени труды любыми грузины у них там все растет они спят до обеда но не все более более это южные ментальностно это это чеченцы они уже пять часов станут и чтобы уже газеты или что-нибудь чтобы деньги зарабатывать и у них есть такой традиции что одну молодой человек если он женится он должен обеспечивать свою семью с тем что он зарабатывает это очень стыдно если он должен жить от социальных денег и конфликты только были из-за того что им же не дали возможность работать это же запрещается пока не решено твой азию это длится годами иногда это очень сложный процесс я знаю вот два армянинах они жили двенадцать лет в гармонии и не имели права работать они были мастера чтоб туфли это щит и так дальше на потом они только работали 12 лет потеряли свои жизни люди которые способны работать я думал это это очень большие ошибки там в нашей политике азиютской политики чтоб людям не позволяет работать люди хотят и декорироваться хотят работать с первого дня и иметь это не запрещается на как вы относитесь к нынешнему российскому государству ну знаете я я русский правозащитный я вижу что там демократии к сожалению нету я очень критикую вот это путинская диктатура очень жалею слишком многих убитых не только среди это чеченцев которые без винах это судили и на 15 лет послали в какие-то кулаки их не тысячи очень много но я тоже жалею тех которые убили как немцев а ваим анаполитовская я с некоторым был знаком она здесь и дело и это мне очень это грустно и у меня есть список тех ну не всех а многих людей которые вот это правительство путин отдала это приказа убить это не только зелим хан хангушвили где-то сейчас процесс суд идет между прочим зелим хан хангушвили тоже у меня был здесь два с половиной года он почти каждую неделю пришел и он был здесь грузия я с ним особо дружил потому что грузия это моя вторая родина это там мои друзья живут там это я еду это там поет моя душа чеченцам я помогу а он был чеченец из панкисии вот из грузии очень честный человек очень симпатичный и очень хорошие патриоты мы дружили и у меня всегда спросили ты думаешь они могут меня здесь убить я сказать зелим ханг конечно я не могу это знать но я вообще не думаю что ты сейчас путин вот здесь в гармане будет такое убийство устраивать не знаю но будь осторожен я виноват его смерти я должен сказать зелим ханг ты живешь и здесь очень опасно один никуда не ходи всегда возьми молодого человека братом с тобой но я его не предупреждать я это не ожидал не жалеете ли вы что вы этим вообще занялись вы могли бы жить дальше богемной артистической жизнью у вас тут смерти фсб хангашвили убили да я много потерял из этой работы откровенно скажу я потерял свою россию которые безумно любил и там тоже жили у меня много роды и балахмадул и на андри битов булату куджаве приставки у меня много хороших людей там были на и это для меня было очень грустно но знаете у меня в своей жизни нет профессии у меня только призвание и призвание это то что теперь вызывает на какую-то работу а ты не можешь отказаться ты делаешь то что теперь ложат на плечи а так я делаю то что человек должен делать 5 предсказал чтоб это это человек был человеку помощником мета до меньше меньше на и на и файс а я это еще расскажу я явлюсь сыном священника я должен вот этот долг вы понять это призвание как это называется в песня о куджаве а про арбата наверно за что мое призвание и я это в своей жизни ничего не жалею я не жалею что я жил в гдр не в аферге наоборот я думаю моя жизнь была много раз интереснее чем жизнь моих братьев и сестер которые жили в свободной открытой гармонии я сбой из испания что вообще есть это жизнь на этом свете я был более конфликтирован с проблемами нашей эпохи вот я же удивлен мы же все мечтали о том что нельзя никогда не может повторяться вот это это такая война как вторая мировая война никогда не может повторяться вот это холокауст чтобы люди жестоко убивает нам а все-таки все это повторялось когда я песню куджаве пей все его военные песни песня песня про солдатской сапогах бумажные солдаты которые здесь лежит это песнями всегда думали вот это это про прошлое нет вдруг они все были актуальным был афганистан был вот это бывший югославия был это и рак и так дальше так дальше до сих пор и мы не сможем сказать что нету войны есть к сожалению воды страшные и все они страшны и также тоже это это война мешает азербайджана и армения но вот тот эки хард маск который 80-х и в 90-е богемная жизнь вот этот салон и вы сейчас это один и тот же человек то есть вы изменились или вы остались тем же знаете вот это я так читаю что каждый человек вообще есть ноги человека и у меня например есть минимум три ноги одна нога вот это мой литературный салон я тоже читаю специалистам грузинской литературы я прекрасно это все знаю это мои мои вечера и здесь мой салон это это одна нога вторая нога это моя гуманитарная работа насчет кавказа что я специалист по кавказу не только по чечне и тоже по грузии так дальше я в прошлом году первый раз был даже экскурсоводом я очень хорошо знаю грузия каждый монастырь знаю каждый дорога это тоже одна нога а третья нога это моя семья у меня шесть детей семь внучек один правнук это тоже жизнь который я должен это как-нибудь жить ног от к этому у меня мало время откровенно скажу а вот свои песни я с тех пор спою не часто но меня приглашает а мой самый лучший концерт был в прошлом году громадной церкви в гетинге в городе гетинге и там люди мне слушали два с половиной часа песни у куджави а я после часа спросил не хватит вам не хотите это перелив или что-то нет если сможете продолжайте мы не хотим ни одну минуту не потерять и они так внимательно услышали я вообще это с ума можно зайти какое счастье это был пейс там и вот эта песня спасибо вам друзья за внимание увидимся через неделю но эки харт уже принес свою гитару так что послушаем песню была так у джавы да моя самая любимая песня это пока земля еще вертится а я же сказал когда будет эта строчка про тайну я всегда думая свое столько че штатит пока земля ешо вертится пока ешо ярок земель госпожа дом Мудрому дай голову, Трудсливому дай коня, Дай счастливому деду и не забудь про меня, Пока земля еще верится, Пусть болит твоя власть, Дай вручим осяг власти На власть воваться взялась, Дай передичку щедрому Хоть до схода дня, Каину дай раскаянье И не забудь про меня, Дай же ты всем понемногу И не забудь про меня. Субтитры создавал DimaTorzok